Здравствуйте! 14 августа начинается Успенский пост, самый короткий из всех постов. В чем его особенности, сегодня нам расскажет игумен Серафим Ляхов, клирик Германовского собора города Ульяновска. Братья и сестры, 14 августа наступают дни Успенского поста. По церковному уставу и по древней традиции, перед каждым большим праздником, особо значимым, церковь устанавливает посты. Успенский пост, он короткий, всего длится две недели, но очень строгий, как и Великий пост, и посвящается он Дню Успения Богородицы. Вот удивительное дело Успения Богородицы, что мы отмечаем? Ее блаженную кончину. Для каждого человека смерть – это трагедия, это боль, потеря близких и страх перед своим собственным уходом в иной мир. А в церкви, обратите внимание, когда мы вспоминаем тех или иных святых угодников Божиих, то мы отмечаем, как правило, не их дни рождения, а дни их блаженной кончины или перенесения их честных мощей. Рождество мы отмечаем только у Спасителя, Рождество Христово, Рождество Богородицы и Рождество Иоанна Крестителя. А у остальных угодников Божиих мы отмечаем только дни их блаженной кончины. То есть, как ни странно, когда мы приходим в Храм Божий, допустим, в День Мстителя Николая, поздравляем друг друга, то мы отмечаем либо блаженную кончину Мстителя Николая, мирликийского чудотворца, либо перенесение его мощей. То есть, для нас это праздник. Почему? Потому что мы христиане, и мы с вами знаем, что смерти не существует. Со смертью нашей плоти, нашего бренного тела умирает только оболочка. А вот душа, разум, сущность человека, как образ Божий, остается жить вечно. И когда душа разлучается с телом, то душа переходит в иной, более совершенный, вечный ангельский духовный мир, где нет уже ни печали, ни болезни, ни воздыханий, ни скорбей, но только жизнь бесконечная, как мы поем в чине отпевания православных христиан. Но для того, чтобы там не было печали, скорбей в духовном мире, здесь на земле важно оставаться человеком и стараться исполнять заповеди Божии, которые помогают нам ориентироваться в этом сложном мире, избежать грехопадения и постараться побольше, собрав добрых дел, и имея любящее сердце, имея крепость духа и веры, быть наследником жизни вечной. Потому что Царствие Божие, оно зарабатывается трудом, оно нудится усилиями человека, его желанием, его стремлением. И вот перед праздником Успения Богородицы, перед праздником ее блаженной кончины, Церковь устанавливает две недели Успенского поста, который так и называется в честь праздника Успения. Этот пост достаточно строгий, но самое главное, я хотел бы пожелать, чтобы мы с вами не только заботились о телесном посте, не вкушая те или иные скоромные продукты, а старались бы, как во все дни любого поста, самое главное, не грешить, никого не обижать, не осуждать, не гневаться, не ругаться, не раздражаться. Вот в этом и состоит суть истинного поста – стараться быть человеком и никого не обижать. Всегда помните евангельскую заповедь Христа. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Не бывает так, чтобы ты обижал человека, гневался на него, унижал, его оскорблял, а за это тебя любили на руках, носили. Нет, что посеешь, то и пожнешь. Посеешь колючки – вырастет терния, посеешь пшеницу – вырастет хлеб. Так же и в духовной жизни. И вот неуспенского поста я желаю, чтобы каждый провел благочестивым занятием в молитве, в добрых делах, в посещении храмов божьих на богослужениях. И, конечно же, очистив свою душу успенским постом, прежде всего духовным постом, торжественно встречать великий праздник Успения Пресвятой Богородицы. Редактор субтитров А.Семкин